Вот такая красота, день четвертый. Всех приветствую. Где-то здесь, на этой земле, находится урочище Ручкино. Где точно, мы не знаем. На Вике его нету. Единственное, по информации, в 1941 году оно еще было. То есть, предсоветов, одно совет, оно застало. Там озеро. А где-то здесь, но точно сказать не можем, пока непонятно. Потому что и здесь вот какие-то заросли. Сейчас посмотрим, может быть, что-то есть. Короче, надо посмотреть. Погода... Да хрена? Ну... Хе-хе-хе. Парк один рулит у них. Короче, надо посмотреть, что здесь есть, что здесь будет, что здесь нам покажут. Здравствуй. Да и на телефон, и на камеру, и то, и другое. Бубнюк. Первый сигнал. Смотри. Какая-нибудь жбонь будет. Верховая. Что тут? Железо? Железо. Опа! Деревня Ручкино. Деревня Ручкино. Петля. Понятно. Нашли. Где-то тут. Видите, распаханная. Она тщательно распахана. Е-мое. Сейчас здесь будет весело. Так, сейчас покажу. Римыч подошел с находками. Кусок колокольчика. Чудная накладочка. Вот такая. Хрен знает от чего. И замученная монета. Кем-то. И другие. Видимо, хотели сделать кольцо. Правильно. Как говорили. Угу. Это была такая крупная свепка маленькая сделала. Варвары. Варвары. Кошмар. Вон у нас машинка на горе. Сейчас ходим здесь. Одно железо. Такое ощущение, что его здесь сеяли. Выскочила такая находка. Не знаю, что это такое. На что-то крепилось, что ли. Как крестбук. Как будто бы. Но с такими ушками как будто. На чем-то была. Не знаю, такое никогда не встречал. Вот. Сейчас ходил к ребятам. Вон у меня там находка. Сохран, конечно, здесь печальный. Это не калашка. И там же вот на этой же линии выскочил у меня кусок перстачка. Не доставать лень. Ничего интересного. Возможно, что здесь было направление дороги, где они в то время ходили. А не вот там на горе, где сейчас есть накат. Ну, как накат. Такое. Что-то типа. Посмотрим здесь. Вот охрана здесь, кажется, убит. К сожалению. Сейчас пойдем в машине. Переедем на одно еще одно место. Местечко посмотрим. Так, друзья, переехали оттуда на другое место. К сожалению, там кроме чернили больше ничего нет. В советское время здесь, конечно, поработали знатно. Здесь тоже вот здесь на этой поляне, где-то вот здесь на этих горках, стояла деревня. Пробуем ее пощупать. Время у нас немного. Вот. Завтра планируем отчаливать в Ярославле. Посмотрим, что будет. Так, даже по скосам. Ходишь-ходишь. Главное не раздавить. Такие вот яйца. Бездышки. Не знаю. Так что под ноги все глядим. Отсюда с горки. Выскочил советик. Да, у нас здесь вообще беда с находками. На Белозерской земле что-то как-то мало. Ну, сохран здесь зато бомбический. Вот здесь псев, кстати, вот я сейчас сказал. Там-то вообще-то. Там-то вообще-то. Вон туда чуть-чуть сейчас. Вообще чуть-чуть. Ну, так. Спустились он с горы. Вот такой вот. По логике вещей сейчас смотрим здесь. Может быть что-то истаскивал. Но он что-то истощил. Николай Первый убитый. Что это такое? Такое пищевое. Бог его знает. Это копейка. Да, серебром. Серебром, да? Копейка, да. Копейка, да. Копейка. Одна вторая. Копейки. Дай. Там при третье что-то. Дай еще. 41 СТБ. А что это? Ну, хрен. Все равно убитая. Что там у тебя? Не знаю. Проволочка маленькая. Не иначе. Все вылетело на землю. Блядь какая. Ты что-то мутюгаешься? Запикиваю вас. Запикиваю. Рамочник. Логика работает. Логика работает, девочки. Только толку? За кран, кажется, здесь. Это все стаскивает с горы сюда. Вот оно и. Итак, у нас ливанул дождь. Набрали здесь всякой меди, кранов медных и прочей хрени. Монет больше нет. Вот правильно. В большом куску рот радуется. Блин. У меня по тряпке здесь нету. Блин. Салфетки есть. В рюкзаке. А, стоп. Сейчас, сейчас. Одну сихонну. Где у меня эти? Да. Да. Держи. Держи. У нас такой харч. В этот выход с нами гуляет шторм. Очень хорошая ножка. От кизляры. Неплохие ножи, да. В пиджике. Железки. Единственный минус этой железки. Ой. Вот так, кому интересно. Она ржавеет. Так что за ней надо ухаживать. В принципе, у Суприма такие ножи и в земле поковыряться не жалко. В общем-то. Ну, сейчас, может быть, еще куда-то заведем. Где Фуокос? Есть туда дорога, блин. Ладно. Ну, отсюда нас прогнал. Прогнал. Прогнал дождик. Прогнал. Вот. Смотрим дальше. Здесь, конечно, Белозерские сказочные дороги. Здесь кругом вот такие грунтовки. Кругом. Которые, судя по всему, строились еще лет 400 назад при Петре. А может даже и больше. И здесь вот вся движуха как тогда по ним проходила, так и сейчас. На любое урочище, на любую задницу мира можно заехать совершенно спокойно. И за счет того, что они как бы грунтовые достаточно, такие твердые, они не размываются. Даже тракторами не разбиваются. Вот это, конечно, сказка. На Ярославщину приезжаешь, там чача вечная. Бесконечная. Куда ни сунься. Вот. Вот. Вот такие рассуждения. Здесь уже такая глинистая дорога. Когда дождик пройдет, наверное, уже вот здесь такая более чача такая и начнется. Но все равно нормально. В принципе, здесь для любого урочища можно вот так доехать. Ладно, что я могу сказать. Завтра утром рвем в Ярославский губерний. Вот здесь разведка показала только два места нам. Первое. Это рамене, где мы вчера ходили. Уолина еще. Уолина еще. Уолина еще. Уолина еще. Ну там оно большое. Тоже интересно. Ну и бор вот это. Там находок немного. Но... Сохран там, конечно, просто. Как с конвейера. Скорее всего фоточки уже все видели. Вот. Все лишние находки. Естественно, показывать я не буду, потому что их мало. Не хочется. Да. Вот. Зато накатались вдоволь. Вот. На этом всем спасибо большое, что смотрите. Ну и пока. Субтитры сделал DimaTorzok